Учитель, у которого горят глаза, который увлекает своим предметом, сегодня на вес золота. Таковым является преподаватель физики лицея номер один имени Пушкина Михаил Макоед. У наставника своя методика подготовки детей к решению олимпиадных задач. Он уверен, без команды родитель-ученик-учитель ребенку не справится. Сильные преподаватели и здоровая конкуренция – вот залог успеха. А еще, конечно, успех выбирает трудоголиков. За последние только пять лет у меня четыре ученика ездили на международные олимпиады, завоевали две серебряные медали, две бронзовые. Один из них учится в Принстонском университете в Соединенных Штатах Америки. Второй в сентябре уезжает в Париж учиться в лучшую инженерную школу Франции ЭКОЛЬ. Награду у меня ученики привозили из Дании, две из Индонезии. И в этом летом, в 2019 году, привез ученик из Тель-Авива из Израиля бронзовый медаль. Евгений Курлюк и Александр Таранов – пролицеисты. Считают физику, науку и будущего. Михаил Макоед уверен, они пока в начале своего пути – самые лучшие результаты впереди. Хороший шанс проявить себя у ребят будет на республиканском этапе Олимпиады. У меня все время был приоритет на точной науке. Сначала я занимался в Олимпиадах по информатике, после мы пришли в лицей, и здесь больше склонность к физике, поэтому я начал становиться физикой. Участие в любой Олимпиаде – это опыт, это испытание для любого человека. Ну, это интересно. Ну, не знаю, лично я, можно сказать, что уверен, что займу какое-то место. В копилке побед средней школы номер 28 города за прошлый год 26 дипломов районных этапов Олимпиад, 6 областных. На золотые медали претендуют 7 учащихся. Ученик 10 класса Матвей Капралов думает поступать в БГУ на факультет географии и геоинформатики. Если юноша хорошо проявит себя на Республиканской Олимпиаде по географии, есть все шансы попасть в международную команду. Считаю, что престиж, потому что оно все-таки дает какие-то льготы, то есть это тоже 100 баллов на центральном зонном тестировании. Также я считаю, что это как оценка моих знаний, что показать, на что я способен, что я действительно больше знаю, чем по школьной программе требует. Школа по результатам Олимпиад одна из лидеров в районе, в городе. Да, конечно, нам не тягаться с лицеем номер один, с гимназией первой, но тем не менее на уровне средних школ очень даже неплохо. В настоящий момент вышло несколько ребят на заключительный этап республиканской Олимпиады. К слову, чтобы подготовиться, время еще есть. Горячие дни для олимпиадников начнутся через полтора месяца. В конце марта, в начале апреля белорусские умники и умницы сядут за парты, чтобы справиться с заданиями, которые выходят за рамки школьной программы. Победители представят Беларусь на международном уровне, а еще им не нужно будет сдавать ЦТ. Их зачислят в вузы без вступительных испытаний. Субтитры создавал DimaTorzok